В эфире «Время новостей». Здравствуйте. Сегодня в выпуске вы увидите. Они что, думали, что мы оттуда убежим, что ли? Да нет, конечно. Россия не та страна. Экономическая ситуация в стране, международная панорама и очередные рекорды. Президент России Владимир Путин больше трех часов общался с журналистами из разных уголков страны. Сегодня вводим в эксплуатацию прекрасный детский сад. Уверен, что понравится родителям и детям. Традицию такую продолжим. Космос для самых маленьких в Евпатории после реконструкции торжественно открыли новый детский сад. Мы поделки делаем, сказки готовим, чтобы выступать. Подарки от чистого сердца накануне Дня Святого Николая на полуострове проходят благотворительные акции. Более чем на три часа страна прильнула к экранам телевизоров. Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина начала бить рекорды еще до ее начала. За несколько дней до мероприятия на него уже аккредитовалось почти полторы тысячи сотрудников отечественных и зарубежных средств массовой информации. 2015 год принес столько событий, что вопросов у журналистов хватило бы, наверное, на суточную беседу. Президент это прекрасно понимает, поэтому для экономии времени впервые не стал брать вступительное слово. И сразу начал общение с присутствующими. Однако первый вопрос оказался из сферы экономики. И поэтому ответ и стал неким введением к дальнейшей беседе. Общие тезисы таковы. Ситуация нелегкая, однако, несмотря ни на что, в промышленности, сельском хозяйстве, финансах и других отраслях рост, хоть и незначительный, но есть. Постепенно же в пресс-конференции перешли к самой животрепещущей теме – международные отношения. Когда разговор зашел о Турции, Владимир Путин даже позволил себе некоторые эмоции. Зачем надо было ответить? Я не понимаю, зачем? Отчего добились? Они что, думали, что мы оттуда убежим, что ли? Да нет, конечно. Россия не та страна. Мы своё присутствие увеличили. Количество боевой авиации увеличено. Там не было системы ПВО российской. Теперь С-400 там стоит. Если раньше Турция там ещё летала и постоянно нарушала воздушное пространство Сирии, ну теперь пускай полетают. Но если кто-то в турецком руководстве решил лизнуть американцев в одно место, не знаю. Правильно они поступили или нет. А вот экономическое сотрудничество с Турцией из-за сбитого Су-24 действительно стали более сложными. Атомная электростанция АККУЮ, которую должны были строить россияне, пока под вопросом. Тем более, что турецкое правительство даже не дало пока никакого разрешения на проведение работ. Но это отметил президент вопрос корпораций. А Россия в любом случае не будет действовать в ущерб своим экономическим интересам. Турецкий поток тоже пока заморожен. Знаете, не от нас это зависит в конечном итоге. Мы не то чтобы прервали переговоры. Нам нужно, чтобы нам Еврокомиссия письменные гарантии предоставила того, что все маршруты, в том числе и возможный маршрут через Турцию и Европу, не только реализуем, но является приоритетным. И Еврокомиссия будет его поддерживать. Вот если турецкие партнеры «Газпрома» принесут такую бумагу из Брюсселя, мы будем двигаться дальше. Турецкая тема тесно переплетается с исламским государством и военными действиями в Сирии. Журналисты спросили Владимира Путина, возможно ли, по его мнению, перевести конфликт из боевой плоскости в политическую. И второе. Не планирует ли Россия оставить полноценную военную базу в этом регионе после урегулирования? На что президент ответил, что политический диалог и есть единственный способ разрешить конфликт на Ближнем Востоке. Но разбираться там должны исключительно жители этих стран без внешнего вмешательства. А вот нужна ли база, Владимир Путин сомневается. Она требует специальной инфраструктуры и серьезных финансовых затрат. Мы же показали. У нас не было, по сути, ракет средней дальности. Мы все уничтожили. Теперь есть. Одна тысяча пятьсот километров морская калибр. Вторая ХА-101 на самолетах. Четыре с половиной тысячи. Нам зачем там база? Если кого-то надо достать, мы и так достанем. В общем и целом, в отзывах о международной панораме Владимир Путин, как всегда, был сдержан. Но при этом фраза «не дадим вмешиваться в государственные дела России» звучала постоянно. Конференция продлилась больше трех часов, но даже за такое время на все вопросы почти полутора тысяч журналистов ответить невозможно. Тем не менее, основные темы охватить успели. Александр Губарев, Екатерина Зуева, Александр Смычек. Время новостей. Москва. Среди почти полутора тысяч журналистов на пресс-конференции президента России были и представители СМИ полуострова. Владимир Путин обратил внимание на человека в форуме. Это был председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев. Он попросил главу государства определить основной вектор развития города федерального значения. Президент отметил, Севастополь будет развиваться и как субъект Российской Федерации, и как база Черноморского флота. При этом Владимир Путин вскользь упомянул об энергетической ситуации на полуострове. Севастополь, тем не менее, тоже очень важный элемент военно-морской инфраструктуры в этом регионе мира, в Европе. Как вы видите, мы оснащаем Черноморский флот новыми кораблями, подводными лодками. И, конечно, Севастополь как база флота тоже будет развиваться. Вы знаете, в Крыму куда пальцем не ткни, везде проблемы, доставшиеся ещё с прошлого века. Вот сейчас мы занимаемся электроэнергетикой. Крымэнерго, оборудование Крымэнерго не обновлялось с 70-х годов прошлого века, как будто вообще и не было необходимости этого делать. С 70-х годов стоит оборудование Крымэнерго. И база флота такая же. И там нужно очень много сделать для развития инфраструктуры. На итоговой конференции президента была и наша съёмочная группа. Екатерина Зуева следила за всем, что происходит в зале и уже готова поделиться своими впечатлениями. Большая итоговая пресс-конференция президента Владимира Путина закончилась. Она длилась 3 часа 10 минут, но журналисты ещё долго не расходились, делились впечатлениями, давали друг другу интервью. Зал был полон. На пресс-конференцию приехало рекордное число представителей СМИ 1390. Было колоссально большое количество плакатов, как и в прошлые годы. Журналисты пытались привлечь к себе внимание главы государства. Кто-то даже воспользовался своим положением, написав на плакате «Беременным без очереди». Журналист Первого канала Антон Верницкий отметил, что эта пресс-конференция была очень живой и прошла она бойко. Он отметил, что глава государства сам выбирал, кому дать слово. А журналист из Египта в интервью нашему телеканалу сказал, что он очень был удивлён открытостью президента Владимира Путина и не ожидал, что ему дадут возможность задать сразу два вопроса. На некоторые ответы главы государства журналисты реагировали бурно, аплодируя ему. Нашему телеканалу, к сожалению, не удалось задать вопрос президенту Владимиру Путину, но мы также, как и все, готовились к этому событию. Сделали специальные плакаты «Республика Крым». Вот такой плакат, чтобы было понятно, откуда мы. И в связи с последними событиями на полуострове, вот такая вот лампочка, внутри неё полуостров, хэштег «Свет наш». Но хочу отметить, что в целом интерес к нам со стороны федеральных СМИ был очень большим. Первое, о чём нас спросили, это светло ли в республике. В общем, мы под впечатлением будем ждать следующей пресс-конференции президента Владимира Путина. В прошлом году и в этом году первому крымскому не удалось выступить. Будем надеяться, что повезёт нам на третий раз, то есть в 2016 году. Екатерина Зуева, Александр Смычек, Время новостей, Москва. За большой пресс-конференцией президента России с интересом наблюдает вся страна. Общение Владимира Путина с журналистами – традиционное событие, завершающее год. Услышать ответы главы государства смогли крымчане, причём не только дома, перед телевизором. В полдень стартовала трансляция выступления Путина на главных площадях полуострова. Проследили за ними и наши журналисты. Несмотря на минусовую температуру, крымчане не отводят взглядов от большого экрана. Это уже 11-я по счёту пресс-конференция Владимира Путина. Прямую трансляцию ведут главные телеканалы и радиостанции страны. Печатные издания разрывают на цитаты заявления главы государства. Всё самое важное, то, от чего зависит дальнейшее развитие страны, можно услышать здесь. В конце этого года мы уже вынуждены были всё пересчитывать. Даже в прошлом году уже вынуждены были в конце всё пересчитывать. Потому что цена упала в два раза. Не в какие-то проценты, а в два раза. Было 100 долларов заборали. Стало 50. Возможность задать вопросы получили представители российских и мировых СМИ. Всего навстречу аккредитовано более 1300 представителей, в том числе и от Республики Крым. Первый крымский представляют корреспондент Екатерина Зуева и оператор Александр Смычек. Пообщаться с президентом мечтают и остальные крымчане. Вопросы удивляют разнообразием. Вопрос задала бы касательно газа, когда проведут во всех ПГТ. Уголь дорогой, дрова тоже очень дорогие. Когда дадут полноценный свет к нам уже полностью. Как долго он будет руководить нами-то? Вот это да, благодаря ему. Поэтому мы живём так, мы можем с уверенностью смотреть завтрашний день. Эльвира Евтухова не пропускает ни одного официального заявления президента. С интересом наблюдает за его публичными выступлениями. После присоединения Крыма к России симпатия к политику стала ещё больше. Если бы у меня была возможность пообщаться с Владимиром Владимировичем, я бы не задавала ему вопросы, потому что я внимательно слежу за его выступлением. В средствах массовой информации. Я бы ему сказала большое спасибо за всё, что он сделал для нас, для нашего Крыма. Вместе с крымчанами за прямой трансляцией наблюдают и представители власти. Вопросы, касающиеся полуострова, вызывают особый интерес. Симферопольский градоначальник тоже изъявил желание пообщаться с президентом. Его вопрос, конечно же, коснулся нашего региона. Интересно знать, Крым, присоединение, возвращение на родину. Какое место у него занимается, значимости событий, прошедших за время его руководства. Очень интересно. Санкции Запада и разворот на Восток, социальная политика и укрепление обороноспособности. Все эти темы стали главными к концу этого года. Продолжают говорить и о колебаниях национальной и иностранных валют, а также ценах на нефть. Откровенный диалог главы государства с журналистами крымчане воспринимают как должное. Уже привыкли к открытости власти. Евгений Полунчуков, Дарья Каширина. Время новостей. Глава республики Сергей Аксенов считает, что ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина продемонстрировала открытость позиции главы государства. Для чиновников его слова должны прослужить своего рода дорожной картой, которая указывает правильное направление деятельности. Кроме того, по его мнению, президент ответил на самые острые вопросы, волнующие миллионы россиян, в том числе и жителей Крыма. Об этом Сергей Аксенов написал на своей странице в сети Facebook. Традиционная ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Владимировича Путина в очередной раз продемонстрировала беспрецедентную открытость позиции главы государства, его уважение к народу России, приверженность принципам демократии и свободы слова. На мой взгляд, чиновникам стоит внимательно изучить материалы пресс-конференции и сделать для себя соответствующие выводы. Совет директоров Международного валютного фонда признал официальный статус украинского долга перед Россией. Решение было принято в заочной форме через рассылку директорам уведомлений. Возражений при голосовании не возникло, в противном случае фонду пришлось бы провести очную встречу. Напомним, долг Украины составляет 3 миллиарда долларов. Киев должен погасить его до 20 декабря. Если же этого не случится, российское правительство по указу президента Владимира Путина обратится с иском в Международный суд. Министерство финансов Крыма провело первые публичные слушания по проекту бюджета республики на 2016 год. В соответствии с республиканским законодательством, эта процедура является обязательной частью утверждения главного финансового документа Крыма. О результатах опроса о открытой бюджете и распределении средств на будущий год наш корреспондент Алексей Щербак. Как сообщила первый замминистра финансов республики Ирина Кивико, доходная часть бюджета на будущий год составит 67 миллиардов 400 миллионов рублей, расходная 86 миллиардов 700 миллионов. Дефицит, превышающий 19 миллиардов рублей, планируется покрыть за счет привлечения бюджетного кредита, а также за счет создания новых предприятий налогоплательщиков в свободной экономической зоне. Распределение денег между отраслями довольно нестандартное для крымского бюджета. Наибольший объем расходов планируется направить на образование 22 миллиарда 25 процента, здравоохранение 17,5 миллиардов 22 процента, национальную экономику, развитие отрасли 17,3 миллиарда 20 процента, социальную политику 14,8 миллиардов 17 процента, жилищно-коммунальное хозяйство 5,6 миллиардов 6,5 процента, реализация общегосударственных вопросов 3,5 миллиарда 4 процента. При этом свыше полутора тысяч крымчан, принявших участие в вопросе открытый бюджет, продемонстрировали другое видение того, как должны быть распределены бюджетные деньги. 27 процентов хотели бы их направить на развитие транспортной инфраструктуры, 19 процентов на развитие сельских территорий, 13 процентов на развитие курортной отрасли, 7 процентов на модернизацию ЖКХ и так далее. Какое несовпадение пожеланий населения с реальной бюджетной политикой, глава профильного комитета Госсовета Республики Виталий Нахлупин объясняет двумя факторами. Во-первых, большинство опрошенных представляло узкую возрастную категорию от 20 до 40 лет. А во-вторых, население больше волнует точечные тактические ходы, чем стратегические задачи правительства. Если бы этот опрос проводили в течение трех недель назад, поверьте мне, структура его была бы совершенно другая, все бы говорили об электроэнергии. Но никого же не нужно уговаривать на то, что нужно делать мост, никого не нужно, нет. Для нас, для правительства, это цель стратегическая. Для населения мы уже четко обозначили, когда он будет введен в эксплуатацию в конце 2018 года. Поэтому на это никто не обращает внимания, это подразумевается само собой разумеющееся дело. Вот и все. Первый тур публичных слушаний по проекту бюджета прошел достаточно успешно, считают их организаторы. Хотя в будущем рассчитывают на большую активность участников. Алексей Щербак, Иван Ковалев, Время новостей. Семье фельдшера Ольги Звоник, раненые во время нападения на Симферопольскую подстанцию скорой помощи, выделили однокомнатную квартиру. Рука у девушки по-прежнему без движения. Для проведения повторной операции медика собираются отправить в клинику Санкт-Петербурга. Больше расскажет Татьяна Ханкота. В конце сентября крымские федеральные СМИ облетела ужасная новость. В столице Крыма расстреляли врачей скорой помощи. Симферополец Бекир Небиев из охотничьего ружья убил двух медиков и двух ранил. У фельдшера Ольги Звоник всерьез пострадала рука. Долгие три месяца лечения, операция, но конечность не действует до сих пор. В ближайшее время мы направим ее для дальнейшего лечения в Санкт-Петербург или Москву. Этот вопрос сейчас решается в зависимости от той специализации и необходимости той специальной помощи, которая будет оказана, медики примут решение. Этот вопрос решается, а квартирный уже решен. Ольга и ее семья больше не будут ютиться в общежитии. Глава республики вручил им ключи от однокомнатной квартиры в Евпаторийской новостройке. Я вам спасибо большое за все, за ваше мужество, за все, за все, что вы делали. Я вам очень сильно благодарна. Хоть квартира и однокомнатная, но большая. Уже проведены вода, отопление и электричество, поклеены обои. Семья получила материальную помощь в размере 400 тысяч рублей. Я всем благодарна, конечно, кто участвовал в этом. И спасибо за все, за дочь в первую очередь. И еще хочу сказать всем, всем, будьте внимательны и старайтесь помогать друг другу. Потому что это очень страшное такое дело случается. И лучше его не бывало бы никогда. Другие семьи, пострадавшие от рук Небеева, тоже получили материальную помощь. Власти республики помогают им сейчас решать бытовые и юридические вопросы. Татьяна Ханкота, Седьмомед Кукчиев, Время новостей, Евпатория. А еще в Евпатории открыли новый детский сад. Там будут учиться более 200 детей. Причем сделали это в максимально оперативные сроки. Радость с маленькими евпаторийцами разделила наша съемочная группа. Около 10 лет этот сад стоял заброшенным. Стены обветшали, крыши и вовсе не было. Местным жителям казалось, что сад не подлежит ремонту. Но меньше, чем за два года его реконструировали. Обычно при открытии нового объекта перерезают ленту. Но сейчас не тот случай. Садик называется «Космос». Значит, нужно запускать ракету. Начался обратный отчет. Два. Кнопки нажимаем. Двигатель включаем. Один. Запись есть. Значит, все в порядке. Пуск! Поехали! В очереди в детские сады в Евпатории более двух тысяч малышей. В «Космосе» есть место для 260. Несмотря на сложности, которые мы имели последние три недели, тем не менее подрядчики закончили выполнение работ на этом объекте. И сегодня вводим в эксплуатацию прекрасный детский сад. Уверен, что понравится родителям и детям. Традицию такую продолжим. Такие объекты, я заметил, уже практически каждый день открываются. Вчера было открытие детского сада в Бахчисарае, сегодня в Евпатории. Завтра будут другие города и районы. А значит, у нас в сердце будет праздник и хорошее настроение. Родители выражают бурный восторг. Многие уже потеряли надежду на то, что смогут вовремя устроить своего ребенка в детский сад. Вчера мы были уже первый день в садике. Нам очень понравилось. Добрые, душевные, ласковые воспитатели. Словно мамочки окутали вниманием, любовью наших деток. Мебель, ковры, игрушки, пианино. Здесь все сделано так, чтобы детям было уютно. Уже и елка новогодняя стоит. А главное, в садике тепло. Теплые полы. Это раз. Можно бегать и в носочках, и босичком, и заниматься, как хочешь. И это самое отопление у нас. И посмотрите на эти стены, на это оформление. Космос – второй садик, который открыли в Евпатории в этом году. В 2016-м в городе реконструируют еще три. А один начнут строить с нуля. Татьяна Ханкота, Ситмимед Кукчев. Время новостей. Евпатория. Еще на шаг приблизились к решению проблем очередей в детские сады в Старом Крыму. Там открыли дополнительную группу. Ремонт длился больше года. Теперь в дошкольные учреждения смогут пойти еще 30 детей. Продолжит Анжелика Завгородняя. Для того, чтобы наконец открыть здесь новую группу, пришлось сначала разобраться с наследием прошлого. Коммуникациями никто не занимался уже более трех десятков лет, не говоря уже о самом здании. Ремонт влетел в серьезную копеечку. На все про все ушло около полумиллиона рублей. Причем сработали командно. Бизнес с властью. Буквально в течение года мы закончили, вот уже на Новый год, грубо говоря, подарок сделали детскому саду и запустили эту группу. Привлекли инвестиции. Лилия, мать двоих детей, говорит, детский сад не только счастье для ребенка, но и в прямом смысле возможность прокормить семью. Устроить свое чадо в дошкольное учреждение она пыталась давно. Рада, что очередь наконец дошла и до нее. Мы очень рады, что попали в такую новую красивую группу. Очень все красочно, благоустроено. И прекрасные воспитатели. Я надеюсь, что мои дети будут довольны, счастливы. И тем самым у меня немножко освободится времени для того, чтобы посвятить себя тоже работе. То, что работы у местных властимущих еще не початый край, доказывает сухая статистика. В детсадовской очереди в Старом Крыму сейчас почти 400 детей. И в ближайшей сдаче здесь обозначили строительство нового, как минимум одного дошкольного учреждения на несколько десятков мест. Анжелика Завгородняя, Дэм Смейзли, Время новостей, Старый Крым. Инфраструктура городов-полуострова в плане доступности для людей с ограниченными возможностями оставляет желать лучшего. Об этом говорили крымские прокуроры на коллегии ведомства, посвященной проблемам исполнения законодательства о социальной защите инвалидов. Также надзорники отметили отсутствие надлежащих условий проживания в интернатах, нарушения при обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации и при проведении медико-социальной экспертизы. В этом году в ходе прокурорских проверок выявлено почти полторы тысячи нарушений закона в этой сфере. 176 должностных лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Были возбуждены и два уголовных дела. В текущем году возбуждено уголовное дело по факту завладения должностными лицами ГБУ Белогорский психоневрологический интернат денежными средствами подопечных. На протяжении более года должностные лица учреждения путем обмана и злоупотребления доверием вели 45 подопечных заблуждений относительно своих намерений, пообещав приобрести для них необходимые вещи и продукты питания ежемесячно и законно забирали их денежные средства в итоге на общую сумму 1 миллион рублей. В администрации Симферополя выбрали проект памятника вежливым людям, который установят в центре города. Скульптура изображает российского военного, передающего девочке из рук в руки кота. Автором проекта выступил заведующий кафедры скульптуры Российской академии живописи военно-изотчества Салават Щербаков. Памятник установят в сквере республики возле здания Госсовета Крыма. Ни копейки бюджетных денег в скульптуру не вложат, только пожертвования. Эта скульптура выражает доверие людей к людям вооруженным. И самое главное, что на сегодняшний день эти скульптуры, эти изображения подняли волну патриотизма не только в Крыму, но и по всей России. Крым готовится отметить День Святого Николая. Праздник уже начали отмечать крымские прокуроры и соцработники. Праздновали, совершая добрые дела. Помогли вещами самым нуждающимся в Симферопольской психиатрической больнице. Больше о нуждах пациентов в нашем сюжете. В психиатрической больнице номер один на лечении находится 800 пациентов. Почти сотню из них можно отнести к социально незащищенным. У большинства из этих людей нет родственников работы, жилья и даже документов. Как правило, пациенты вынуждены все, кроме предметов общего пользования, приобретать за свой счет. Денег, естественно, не хватает. Поэтому в День Святого Николая крымские прокуроры решили сделать подарок тем, кто в этом больше всего нуждается. Подарили предметы одежды и тапочки. Это подарок не больнице, а конкретному человеку, который нуждается в таких вещах. Это самая острая необходимость. Нас спросили, чтобы вы считаете нужным подарить этим людям. Мы вот выбрали эти вещи. Они были куплены и вот сегодня подарены. Это очень приятно, потому что впервые такая акция проводится у нас. Забота о больных не только по праздникам. Прокуратура регулярно контролирует, все ли права пациентов соблюдается в полной мере. Были проверки в области охраны здоровья, социальных выплат и льгот. Некоторые люди не получали пенсию, некоторые не получали пособия. Все это устранено. Должностные лица привлечены к административной дисциплинарной ответственности. Благотворительную акцию поддержали симферопольские социальные работники. Они призвали людей творить хорошие дела не только по праздникам, но и в течение года. Лучшая помощь – это оформить опекунство. Без опекуна очень тяжело, он недееспособен, потому что он ограничен, он находится в психбольнице, он ходит только по территории этой психбольницы, он не может ходить ни в магазины, никуда. То есть его не сопровождают нигде, а опекун это может. По словам настоятеля местного храма, быстрее пойти на поправку пациента помогут прежде всего внимание и молитвы близких людей. Если они почувствуют себя одинокими, им еще более будет трудно встать на путь исцеления. И, конечно же, это будет более трудно для тех людей, которые прилагают все усилия для их исцеления. А близкие, конечно, должны помогать им. Дмитрий Попов, Рустам Фаизулин, Дремя новостей. Главный обычай на День Святого Николая – дарить подарки детям. К долгожданному празднику учащимся Лозовской специальной школы-интерната подготовили большой сюрприз. Приехали со сладостями и необходимыми в быту вещами. Вместе с добрыми волшебниками в гости к ребятам отправилась и наша съемочная группа. Учебный семестр заканчивается, впереди зимние каникулы. Вот она пора детского счастья. Ребята, лишенные родительского тепла в этот период, требуют наибольшего внимания и заботы. Коллектив Госкомрегистра организовал добровольный сбор вещей и подарков интернатовцам. Не ради галочки, а по-человечески. Как говорится, лучший педагогический прием – собственный пример. Стараемся уделять внимание Лозовской школе-интернату. Взяли просто конкретно, лучше все-таки помогать кому-то одному, но предметно и системно. Ребятам привезли конфеты, учебные принадлежности и необходимые в обиходе средства личной гигиены. В большем школа-интернат не нуждается. Когда-то при Украине учреждения финансировали по остаточному принципу. Как следствие, было много проблем с канализацией, водопроводными и тепловыми сетями. Остро нуждались и в ремонте крыши. Сегодня, благодаря государственному финансированию, программа «Максимум по реконструкции» уже выполнена. Заканчиваем работы по доступной среде для детей-инвалидов. Столовую очень хорошо оборудовали. Приобрели новое оборудование для детей. Это парты и стулья, которые регулируются по высоте. То, что требуется по Санпину. В школе-интернате обучается 240 детей. Из них 33 сироты. Пятикласснице Веронике повезло. Родители забирают ее домой на выходные. Все остальное время она проводит в школе. На досуге с друзьями занимается подготовкой к Новому году. Мы классы украшаем всякими дождиками. Потом спальни украшаем. Мы поделки делаем, сказки готовим, чтобы выступать. Многие дети собираются писать письма Деду Морозу. И пожелания в них взрослые и мудрые. Чтобы в семье все были счастливы и никто не болел никогда. Подарить праздник нуждающимся детям может каждый. В госком регистре призывают крымчан не оставаться равнодушными. И оказать посильную помощь подрастающему поколению. Алена Шамина, Роман Ананьев. Время новостей. Глазовое. Подарить радость, надежду и веру в лучшее. В преддверии дня Святого Николая в онкогематологическом отделении детской клинической больницы прошла благотворительная акция. Моя мама самая красивая. Ее цель создать праздничное настроение, отвлечь от повседневных проблем и морально поддержать женщин, чьи дети длительное время находятся на лечении. Елена Бережная продолжит тему. Сейчас двухлетний Абибула чувствует себя хорошо. Его болезнь практически отступила. Малыш попал в онкогематологическое отделение с диагнозом лимфобластный лейкоз в крайне тяжелом состоянии. Он был желтый-желтый. У себя сейчас пришел. Он нормальный. Сейчас мы заканчиваем. Последняя консультация сейчас будет. Сейчас играться начнем. Хорошо. Проходит здесь лечение и годовалый сын Евгении. На то, чтобы наводить красоту, у женщины нет ни сил, ни времени. Сегодня же она с удовольствием пользуется услугами визажиста. Говорит и мамам удовольствие, и для детей праздник. У нас здесь такое отделение, что нам не хватает каких-то эмоций, впечатлений ярких. Поэтому для нас это… Ну, нам очень нравится. Почаще бы приходили к нам. Совершенно бесплатно опытные мастера из Симферополя и Евпатории прихорашивают женщин. Прямо здесь, в отделении, развернули настоящий салон красоты. Наносят макияж, делают стрижки и маникюр. Заставляют их вспомнить о том, что они не просто мама больного ребёнка, что они женщины, красивые, молодые. И когда они об этом помнят, то и всё идёт по-другому. Жизнь же, она везде продолжается. И в нашем отделении тоже. Пока мамы преображаются, детей радуют аниматоры. Для маленьких пациентов сказочные герои организовали настоящий новогодний праздник. Атмосфера здесь вовсе не больничная. Зимой и лето стройная, селёная плыла. Сейчас в этом отделении лечение проходит 35 детей. Все они бесплатно получают необходимые препараты и медобслуживание. Маленьким пациентам и их родителям большую поддержку оказывают и благотворительные фонды. Серьёзная помощь благотворительных фондов. Петербург, Москва нас поддерживает очень серьёзно. Поэтому, я так думаю, что мы все аккумулировались. И испытания, которые сегодня упали на плечи, родители, они не одиноки в этом горе. Я думаю, что наша поддержка очень ощутима для них. Несмотря на то, что в этом отделении изо дня в день идёт жестокая борьба со смертельной болезнью, организаторы уверены, чем чаще здесь будет царить праздничная атмосфера, тем ближе будет и долгожданное выздоровление. Елена Бережна, Алексей Романов. Время новостей. Они, те немногие, кто точно знает, работа – настоящий праздник. Сотрудники ЗАГСов 18 декабря отметят свою профессиональную дату. В честь неё в посёлке Укромное Симферопольского района подвели итоги необычного всекрымского конкурса на лучшую брачную церемонию. На протяжении двух месяцев регистраторы Семейных союзов показывали своё мастерство и креативность в подходе к работе. Поздравляла победителей наша съёмочная группа. На их глазах вершатся судьбы, а они сплетают их в одну прочную нить. Работники ЗАГСа чаще всех слышат слово «да». Алина Журавлёва, к примеру, уже на протяжении семи лет старается во благо брачующихся и за это время зарегистрировала более четырёх тысяч браков. Девушка чётко понимает, её работа становится для молодожёнов одним из главных моментов жизни, которые они, быть может, будут помнить десятки лет. Поэтому каждой паре Алина старается подойти по-особенному. Например, недавно провела обряд в русском стиле. Я очень люблю вести торжественные обряды бракосочетания. Мне действительно очень нравится это, потому что я с детства занимаюсь творчеством и привыкла ко всему подходить сердцем и душой. А сегодня Алина стала ещё счастливее прежнего. В профессиональный праздник она узнала о своей победе в конкурсе на лучшую регистрацию брака. Кстати, именно за то, что в русском стиле. Правда, пьедестал пришлось разделить ещё с тремя коллегами. Из-за луч, что Белогорска и Бахчисарая. Уж больно изобретательными и старательными оказались все конкурсанты. Подошли творческие очень все работники ЗАГСов к этому мероприятию. И каких тем только не было. Это очень важно, потому что это возрождение традиций наших для нашего многонационального Крыма. Это очень интересно. Всего в конкурсе официальных купидонов поучаствовали порядка 20 сотрудников ЗАГСа со всего Крыма. И практически никто из них не остался без подарка. Заслужили. В первую очередь оценивалась организация конкурса, изобретательность, новизна текстов. Ну и, конечно, как себя может преподнести человек, который зачитывает речь для молодожёнов. Это очень важно. В течение двух месяцев сотрудники ЗАГСа вбрачевали молодожёнов в крымско-латарском, армянском, русском, украинском и греческом стилях. Таким образом, они надеются, что традиции народов полуострова не будут забыты, а наоборот, все чаще пользоваться спросом. Для этого аналогичный конкурс на лучшую регистрацию брака проведут и в 2016 году. Дарья Скобеева, Игорь Романенков, Время новостей. И на этом всё. Увидимся в следующем выпуске. Не переключайтесь. Узнавайте новости первыми вместе с нами. До встречи.